Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа Акцент. Меня зовут Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем... Здесь я явно не обойдусь без бумаги, потому что титулов и званий у моего собеседника достаточно много. Мы беседуем со старшим исследователем Пенсильванского университета Филадельфия, США, приглашенным профессором кафедры биохимии и биотехнологии Казанского федерального университета. Здесь же он руководит, этот человек, который напротив меня, OpenLab белково-клеточное взаимодействие в Институте фундаментальной медицины и биологии. Ну и вдобавок этот же человек руководит центром КФУ РАСА и зовут его Рустам Игоревич Литвинов. Здесь я должен оговориться, есть этический или этикетный нюанс. Дело в том, что мы с Рустамом Игоревичем знакомы далеко не первый год, да, может быть, уже не первый десяток. И как-то вне телевидения общаемся на «ты». И будет смешно, если мы сейчас будем говорить «Вы, Рустам Игоревич, а вы, Юрий Прокопьевич». Давай договоримся так, серединку выберем. Я буду к тебе обращаться по имени-отчеству, но на «ты». Меня вполне устраивает. Меня устраивает. А можно я тоже так же буду обращаться? Нет вопросов. Юрий Прокопьевич. Да. Как ты думаешь, да? Компромиссный вариант. А я вообще не думаю. Ну, начнем с Божьей помощью. Мы, конечно, будем говорить о науке, о твоих научных интересах, о перепятиях, взаимодействия Пенсильванского университета и Казанского федерального университета. Но начать я бы хотел с околонаучной такой темы, в каком-то смысле обывательской. Как так получилось? Вот Рустам Литвинов, сын уважаемых, известных в Казани родителей, интеллигентная семья, интернациональная, артистическая. Он отдал 6 лет жизни для того, чтобы с блеском закончить Казанский мединститут. Он здесь поступил в аспирантуру, в Москве защитил кандидатскую. Все складывалось прекрасно. Советский союз нерушимый. И вдруг мы видим, что Рустам Литвинов оказывается в Соединенных Штатах Америки. За океаном. Как, когда и почему это произошло? Коротенько, если можно. Произошло это по факту в начале 2000 года. Но этому предшествовала довольно длинная история моей жизни. Всю я ее рассказывать не буду. Все 6 лет, проведенные в студенчестве, окончательно определили мой выбор, что это, конечно, научная работа. И я естественным образом поступил в аспирантуру после окончания медицинского института. Я не работал врачом ни одного дня, поступил в аспирантуру и довольно быстро сделал диссертацию. Она была посвящена? Она была посвящена проблеме свертывания крови, если не вдаваться в детали. Проблеме, которой я занимаюсь по сей день. То есть я занимаюсь биохимией свертывания крови больше 40 лет, страшно сказать. И защищался я в первом московском мединституте по одной простой причине. Это был единственный ученый совет в Советском Союзе тогда, который мог дать степень кандидата медицинских наук по специальности биохимии. Мне хотелось иметь именно такую ученую степень, потому что можно было защищаться в ветеринарном институте и стать кандидатом биологических наук. Ну, как-то мне казалось, что это не совсем соответствует моему образованию, моему представлению о том, какая наука должна быть. Не совсем так звучит, как хотелось бы. Мой руководитель не был согласен со мной. Он говорил, что я хлебну горе в Москве, что меня там не ждут. Забаиров имеется в виду? Да. И он оказался во многом прав. Я хлебнул горе, меня там не ждали. Я натерпелся от москвичей много всего. Но, в конце концов, результат был положительный. Не было никаких... Извини, пожалуйста, Рустам Игоревич. У меня такое ощущение, что вот это вот тоже была подготовительная ступень. Натерпелся. Потому что, насколько я понимаю, когда ты оказался в Штатах, там тоже пришлось немножко потерпеть. Не то слово. Хорошо, извини. После защиты не было никаких сомнений, что нужно продолжать заниматься наукой. Профессор Забаиров был на пике своей научной карьеры. Он великолепно работал, он публиковались. И ясно, что надо было делать докторскую диссертацию. Надо сказать, что в те времена этот путь кандидатской докторской профессуры, он был достаточно прямой. Он вел к тому, что профессор, конечная цель карьеры, так скажем, это был высокооплачиваемый, социально значимый, уважаемый человек. Закончилось все тем, что в 1993 году я защитил докторскую диссертацию. Но перед этим, в конце 80-х, начались очень сильные тектонические сдвиги в структуре нашего общества. Началась перестройка. Это я напомню, да. Открылись новые экономические и социальные возможности. И в одночасье профессор из уважаемого и высокооплачиваемого человека стал социальным ничтожеством и бедным человеком. Тогда была очень модная такая шутка. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Бедный, да. Или небогатый, да. Обстоятельства очень сильно изменились и застали меня врасплох. Я попытался найти свое место в новых обстоятельствах жизни. И сделал несколько очень решительных шагов в сторону. Занимался бизнесом. Не хочу даже вспоминать, каким и чего мне это стоило. Десять лет ушли в песок. Но все-таки под давлением профессора Зубаирова я защитил докторскую в 1993 году. И стал доктором наук и профессором. И один из аргументов, который профессор Зубаиров мне давал в качестве стимула, почему нужно это сделать, довести до конца, вы посмотрите, кто становится докторами наук. Штаты. Как это созрело? Когда это вот что? Ну, хорошо, все. Я понимаю, что на науку тогда ничего не тратили в России. Я имею в виду первую половину 90-х. Какая там наука? Не просто не тратили. Она вообще никому не была нужна. Ну, да. То есть она не числилась ни среди официальных, ни среди неофициальных показателей эффективности работы человека, кафедры, университета. Поэтому быть ученым в то время... Быть никем. Быть никем. Я вспоминаю, что в 99-м году зарплата профессора была месячной 50 долларов. И чтобы свести концы с концами, я работал в 4-х или в 5-ти местах. Я читал лекции о здоровом образе жизни в музыкальном училище. Я возглавлял отдел добровольного медицинского страхования в страховой компании. Я занимался репетиторством. Я готовил студентов по химии для поступления в ВУЗы. И я в 99-м году сделал отчаянный шаг. Я уговорил профессора Зубаирова отправить абстракт-тезисы на международный конгресс по тромбозу и гемостазу, который был в Вашингтоне в 99-м году. Мы отправили тезисы. И к удивлению моему... Я не только получил извещение о том, что тезисы приняты, но оргкомитет мне выделил 1000 долларов на дорогу. Чтобы можно было выставить на этой конференции. Чтобы я мог приехать в Вашингтон. Такая практика существует. Международная организация всегда имеет фонд помощи людям, которые работают в не самых развитых странах. И спонсируют такие поездки. Вот я получил такой грант, который сделал мою поездку в Вашингтон возможной. И, собственно, я понял, что это мой последний шанс. Я его использовал на все 100. Находясь на этой конференции, я старался встретиться с несколькими людьми и представить свою работу. И после этой конференции вы что, ты получил предложение поработать там? Из трех человек, которые меня интервьюировали в Вашингтоне, один позвонил спустя два месяца и сделал официальное предложение, пригласил меня на работу на год. В качестве visiting scholar, визитирующий ученый. Это и был Пенсильванский университет? Это был Пенсильванский университет. Это был профессор Джон Вайзл, с которым мы работаем до сих пор. С которым мы не только коллеги, но и стали большие друзья. И это был просто удивительно удачный поворот в моей жизни, судьба, которая улыбнулась ко мне. Только на третий год жизни и работы я почувствовал, что что-то стало получаться. Появилась стабильность, появилась перспектива. Мой статус стал более определенным. До этого мне приходилось каждый год возобновлять визу J1. Через три года я получил рабочую визу, которая гарантировала мне пребывание до 7-8 лет. Давала право подавать на гринкарт. Много что изменилось. Так что через три года мне стало ясно, что, скорее всего, это надолго, если не навсегда. Гражданство? Нет? Да, у меня есть гражданство. Есть гражданство. То есть гражданство Российской Федерации сохранено и гражданство... Да. Прошло N лет, сколько? 7, 8, 10. И Рустам Игоревич, извини за непарламентское выражение, нарисовался в Казани, только уже не в Медицинском университете, а здесь, в Казанском федеральном университете. Вот об этом витке биографии чуть подробнее, поточнее, вернее, как это произошло. И что, собственно говоря, побудило, ну, вот отчасти, ментально, может быть, хотя нет, не подходит это слово, ну, виртуально вернуться сюда, время от времени приезжая, проводя какую-то работу. Где мотив? В чем интерес? Ну, связи с Казани я никогда не прерывал. Приезжал довольно часто, в среднем раз, в два года или в год. У меня здесь остались дети, два сына, мама, друзья. Казань – это место, которое нельзя забыть. Ну, вот такой пример. Вот здание, в котором мы находимся сейчас – это бывшая старая клиника. Здесь я проходил общую хирургию, факультетскую терапию. Здесь я проходил гематологию. Здесь первый раз умерла пациентка, которую я курировал. Ей было 19 лет, она умерла от лейкозы, ее звали Надя Келлер. Это было 43 года тому назад. Я помню это очень хорошо. И таких воспоминаний очень много. Поэтому я всегда приезжал в Казань. Дело в том, что тогда открылся медицинский факультет. И надо было начинать организовывать преподавание медицинской биохимии. В Казанском федеральном университете. Биохимию здесь преподавали давно и хорошо, но биологам. Медики – это немножко другая специализация. Андрей Павлович попросил меня помочь разработать учебные программы, создать лабораторный практику по медицинской биохимии. Это был 2013 год. Мы тогда получили программу «Алгарыш» под это дело. И мой первый год работы с КФУ был не по науке, он был по педагогике. Но когда это дело было сделано, Андрей Павлович предложил мне продолжить работу уже в качестве ученого, в качестве исследователя. И создать лабораторию «Опенлэп». Тогда только-только возникла программа «Пять-сто», и начали создаваться такие лаборатории. И вот я согласился, еще не зная, что это за тяжкий труд. И с 2014 года я работаю в Казанском федеральном университете в качестве приглашенного профессора кафедры и одновременно руководителя научно-исследовательской лаборатории. Это решение каким-то образом согласовывалось с Вашим руководством в Петельманском университете? Это же вопрос достаточно деликатный. Это хороший вопрос. Когда говорят американцы «хороший вопрос», это не комплимент. Это трудный вопрос. Это очень трудный вопрос. Я могу сказать честно, что в начале работа в Казанском федеральном университете находилась в противоречии с моими обязанностями в США, в Пенсильванском университете. И мне приходилось довольно трудно. Я не торопился ставить в известность своего босса о том, что я согласился руководить другой группой, потому что не знал, чем это кончится. И говорить о том, что я стал профессором Казанского университета и возглавил группу, а через год сказать «вы знаете, у меня ничего не получилось, поэтому считайте, что я вам ничего не говорил», это я не люблю. Это ведь большой риск. Вы могли, Рустам Игоревич, я неважно, невольно перехожу на «вы», понимая, сколько вы перетерпели. Большой риск? Был. Был? Риск был. И я постарался оговорить такую возможность с самого начала, что давайте попробуем, получится, получится, нет, нет. Но начиная с 2016 года лаборатория стала плодоносить. Стали появляться научные результаты, достойные публикации в хорошем месте. Два вопроса сразу, дуплетом. Чем занимается ваша лаборатория? Насколько круг интересов или исследований, которые вы ведете здесь, в Open Lab Казанского федерального университета, сопрягается с тем, что вы делаете в Пенсильманском университете, и существует ли некий переток этих скилл, навыков, каких-то технологий, знаний. И этот переток – это что? Это обоюдное движение? Или это движение оттуда сюда? Извини, что сразу залпом. Первый вопрос, чем мы занимаемся. А мы занимаемся биохимией свертвой крови. Это я догадался. То есть, в чем я разбираюсь, может быть, чуть-чуть лучше, чем другие, это изучение механизмов профилактики кровотечения и тромбозов. То есть, как мы можем… То есть, вы пытаетесь избавить человечество от гемофилии раз и навсегда? Гемофилия – это частный случай. В проблеме, которой мы занимаемся, есть две крайности. Это кровотечение, от которого умирают люди. Это тромбоз, от которого умирают люди. В норме не должно быть ни того, ни другого. Если возникла гроза кровотечения, кровь должна свернуться там и тогда, где и когда это необходимо. Остановить кровотечение и, таким образом, замкнуть целостность циркуляторного русла. Иногда эта хорошая защитная реакция переходит в свою противоположность, и сгусток начинает образовываться там, где он не нужен, возникает тромбоз. Тромбоз, ну, может быть, не все это знают. Тромбоз коронарных сосудов – это инфаркт миокарда. Тромбоз церебральных сосудов – это ишемический инсульт. Ну, это прямой же, вот, опять же, я позволю себе вульгарное выражение, прямой выхлоп там, да, в практику. Безусловно. Вы взаимодействуете в вашей лаборатории, конкретно здесь, и, кстати сказать, в Пенсильвании, ведь тоже исследования идут в этом направлении. Вот, бюрократическим теперь уже языком выражаясь, насколько плодотворны они, если говорить о взаимодействиях с клиницистами? Что вы можете им дать или, может быть, уже дали? Мы работаем в этой области по всему спектру методическому, мы изучаем молекулярные аспекты, это чистая фундаментальная наука, связанная с белковой химией, мы изучаем проблемы клеточной биологии, и обязательно все это стараемся приложить в практику, в клиническую. Поэтому то, что мы делаем, это чистая трансляционная медицина. Наши разработки мы стараемся прямо или косвенно превратить в то, что может быть полезно врачам. Ну, здесь, в Казани конкретно, мы разработали новый метод диагностики нарушений гемостаза, который называется кинетика контракции сгустков крови. Это аппаратный метод, которого никогда не существовало прежде. Этот метод разработан на основе российского прибора, российской разработки, московской. Он патентован? У нас есть патент на этот метод. Есть, да? Но между патентом и внедрением дистанции огромного размера, мы сейчас пытаемся использовать этот метод в клинике при разных видах патологии. Если говорить о Казани, у нас есть превосходная публикация совместно с невропатологами из МКДЦ по ишемическим инсультам во главе с Диной Рустемной Хасановой. Мы очень плотно работаем с сосудистыми хирургами из МКДЦ. Это Роман Александрович Бридихин, его группа, и мы близки к хорошим публикациям и так далее. Вот о разработках, которые претендуют на так называемый статус прорывных. Мы сейчас что-то такое сделаем, прям вот прорвемся, ну, как прорыв в космос, да, по аналогии. По-моему, год назад мы где-то в одном из писем-то упомянули о том, что вот мы затеваем такую очень серьезную программу, какую-то конкурсную с участием нескольких ведущих зарубежных и российских вузов. Причем КФУ выступает координатором, ну, и фактически, получается, Рустем Игоревич выступает координатором во главе всего этого. И потом как-то, как я понял, это была очень многообещающая тема, но с тех пор я вот никакой информации не вижу. И сейчас просто в наглую вот под камеру задаю вопрос, что это было и что с этим стало? Я не знаю, кто подсказал тебе, Юрий Прокопьевич, задать этот болезненный вопрос. Это только интуиция, только интуиция. Но тема действительно болезненная. В конце 16-го года Министерство образования и науки Российской Федерации объявило приказом конкурс на так называемые прорывные проекты. И нам пришла идея о том, чтобы использовать РАСА-центры, о которых, может быть, я еще пару слов скажу. Да, конечно. РАСА-центры – это зарубежная организация, которая представлена российскими или русскоязычными учеными, работающими. В России было два РАСА-центра. Один на базе Томского политеха, второй на базе Санкт-Петербургского политеха имени Петра Великого. И мы создали свой центр в Казанском федеральном университете, который немножко формально, но объединил несколько лабораторий, возглавляемых соотечественниками, работающими в основном за рубежом. Поскольку эти центры существовали, в общем, довольно виртуально на бумаге, мы решили вдохнуть в эту идею содержание научное. И подали прорывной проект, в котором объединили усилия всех трех российских РАСА-центров. Ну, вот вам подать эту заявку позволил как раз упомянутый приказ Минобранауки Российской Федерации. Совершенно верно. Мы действовали в точном соответствии с этим приказом. Там же какие-то средства выделялись под этим? Потенциально. Там большие средства потенциально выделялись. Такая морковка большая. Не то слово. Если бы эти средства были выделены, то это действительно могло бы быть прорывом. Потому что за каждым РАСА-центром стоят соотечественники, работающие в ведущих учебных и научных заведениях мира. Гарвардский университет, Лондонский университет Королевы Марии, Мюнхенский технический университет, Университет Густава Руси в Париже и так далее, и так далее. Вот вы подали заявку. В чем ее смысл был? Заявка на что? Это была заявка по разработке принципиально новых методов доставки лекарственных веществ в головной мозг. Проблема лечения заболеваний и повреждения головного мозга осложняется тем, что есть так называемый гематоэнцефалический барьер. Но это тоже трансляционная медицина? Безусловно. Это нужно доставить буквально до нужной молекулы? Да, но это не просто доставить, а нужно преодолеть барьер, который существует и отделяет кровообращение от ткани мозга. В этом состоит проблема лечения очень многих заболеваний мозга, в том числе онкологических, когда лекарства очень трудно доставить до места. То есть оно не проникает за стенки сосуда? Оно не проникает через гематоэнцефалический барьер, да. Оно не выходит за стенки сосуда и не поступает в ткань мозга. При повреждениях некоторых этот гематоэнцефалический барьер разрушается и как бы образуются ворота, через которые туда можно войти. Но мы попытались сделать такой проект, который позволил придумать совершенно новые способы доставки лекарственных веществ в головной мозг. Я скажу только одну идею из тех, которые были в этом проекте описаны. Все знают, что есть нейтрофилы, воспалительные клетки, которые устремляются в очаг любого воспаления. Насчет того, что все знают, это ты круто. Лейкоцид. Это разновидность лейкоцидов, воспалительных клеток, которые устремляются к любому воспалению, повреждению и начинают как уборщики убирать, рассасывать и ликвидировать. Идея стоит в том, чтобы нагружать эти лейкоциды капсулами с лекарственными веществами. Ну, то есть, еще помощники такие, да? И эти лейкоциды должны быть вооружены этим. Вооружить их. И эти лейкоциды, по идее, должны устремиться в очаг воспаления, повреждения головного мозга, где они должны разрушиться. И тогда капсулы с лекарственным веществом начнут делать свое дело. Очень изящная идея, непростая технически, но она абсолютно прорывная, ничего подобного никогда не было. И таких идей там было много. Вот в вашей заявке, да? Такой концентрации интеллекта, такой концентрации знаний, которые были заложены в этот проект, я с трудом могу себе представить и сомневаюсь, что в России когда-либо было что-то подобное. Я не знаю судьбы этого проекта, потому что с тех пор ни слуху, ни духу. Насколько велика цена вопроса? Здесь, допустим, вот вы говорите о нескольких, ты говоришь о нескольких там университетах, но почему, опять же, грубо говоря, вот допустим, КФУ и там Пенсильванский университет, там Лондонский институт, ну, взяли бы, скинулись из своих средств, профинансировали этот проект, если он имеет такой грандиозной перспективы потенциально. А мы так и сделали. Да? И первым в этом вопросе был Казанский федеральный университет. То есть, из своего бюджета? Из своего бюджета, из своих средств, я не знаю точно из каких, руководство университета приняло решение начать финансирование этого проекта, начать работать по нему, не дожидаясь решения Министерства образования и науки и целевого финансирования. И, начиная с середины 2017 года, мы работаем по этому проекту в соавторстве совместно с Томским политехом и со всеми учеными, которые стоят за этим расоцентром и с Санкт-Петербургским политехом. Так, минуточку. Значит, я понимаю так, что вот работа все-таки идет какая-то, да? Началась. Началась работа. Но беспокоит что, что если не будет дополнительных финансовых вливаний, то просто ее не на что будет делать? Ну, мы думаем, что после того, как мы сделаем первые результаты, получим результаты, мы сможем представить уже другие гранты, более мелкие, не гигантские. На примере КФУ видим, как субсидирование, финансирование программы повышения конкурентоспособности 5.100 привело к решительному росту научной продуктивности Казанского федерального университета. Сейчас периодически до меня доходят слухи, разговоры, да где-то я и сам что-то вижу, что оборудование-то да, а на значительной части этого оборудования некому работать. И даже, может быть, не потому что нет физически людей, а потому что они не подготовлены к работе. Если сопоставлять, вот у тебя здесь тоже определенный набор студентов, ассистентов, каких-то аспирантов. Я понимаю, что нельзя никого обидеть, но, тем не менее, вопрос-то существует или нет? Проблема существует. И я с ней столкнулся в полный рост, когда мы начали организовывать работу лабораторий. И частичное решение этой проблемы заключается в том, что сотрудники OpenLab КФУ ездят на стажировки в Америку. Они, вот сейчас, в данный момент, аспирантка и сотрудник лаборатории Изабелла Андрианова работают в Пенсильванском университете уже второй раз. Она 4 месяца была в 2016 году, и вот сейчас она там. Она научилась там очень многому и воспроизвела это все в Казани. Это можно назвать таким квазитрансфером технологий? Это не квазитрансфер, это абсолютный трансфер методологии, который находится у нас на очень хорошем уровне. И эта методология почти в полном объеме была воспроизведена в Казанском федеральном университете. Очень интересно. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Ну, я думаю, мы еще за пределами телестудии немножко поговорим о жизни. Возвращаясь к деньгам. Мало того, что какие-то проекты, вот как сейчас выяснилось, режутся по не вполне очевидным причинам и обстоятельствам. Но горячо любимый тобой в кавычках президент Трамп на днях, там, по-моему, пару недель назад пролонгировал распоряжение или указ, как там в терминологиях канцелярии Госдепа, который в свое время издавал Обама. Его предшественник и этот рескрип предусматривает замораживание, не сворачивание, но замораживание, финансирование научных и культурных обменов между США и Российской Федерацией. Мы говорили о РАСА. Это ассоциация, которая, в принципе, объединяет наших соотечественников, работающих в том числе и вот и тебя, и здешних местных ученых. Какие последствия это может иметь? Вы это ощущаете уже или боитесь, что какие-то это может негативные последствия иметь? Или вот вы такие ученые, что, ну, там, ну, администрация, там, может, правительство, может, все, что угодно говорить, а мы будем работать и будем работать? Я очень тяжело переживаю все плохие новости из этой сферы. Все, что наносит ущерб свободному обмену идеями, людьми, и с этой точки зрения указ Трампа очень плохой. Ну, конечно, да. Он, безусловно, нанесет ущерб нашим контактам, нашим совместным проектам, потому что обменная программа, по которой люди приезжали в США и получали сразу визу G1, она была отработана, много лет существовала. И я въехал в Соединенные Штаты по визе G1 по этому обмену. Это значит перекрытие очень мощного канала поездок в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов в Россию. Отношусь я к этому очень плохо. Провокационный вопрос в заключении. Представь себе ситуацию. Вот, не важно, кто решает, Равхат, Чегафуров, там, министр какой-то. Вот, приходит к тебе человек, облеченный возможностью принимать любые решения, располагающий ресурсами, говорит. Руслан Игоревич, дорогой, ну, все понимаем, Пенсильвания, но мы тебе сейчас вот здесь, вот, вот все создаем. Все условия для работы, для жизни, быта, вот, ну, ничем не хуже, чем вот ты имеешь там у себя в Филаделье. Оставь, оставься здесь ответ. Нет. Нет. Почему? Потому что возможности для самореализации, для научных проектов, которые я веду, которые я имею, работая в Пенсильванском университете, настолько велики, что я не могу от них отказаться. Я буду полезен Казанскому федеральному университету и Российской науке, работая там. Гораздо больше, чем если я буду работать здесь. Это ответ на провокационные вопросы. Это была программа Акцент. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова